Это наша постоянная рубрика Экстра Вёрджин. Рубрика, где мы листаем свежую прессу и выжимаем из неё всё самое сочное. Первый на очереди журнал Антенна Телесемь. Открываем электронную версию. И что ж там интересного? Ну как, звёздные новости, как обычно. Дэнни Девита, мой любимчик, 72 года парню, а берёт и разводится. Ну вернее, это не сам он решил развестись, это жена с ним решила развестись. Говорят, даже выгнала его из дома, бедолажку. Выгоняла, выгоняла она его когда-то, 5 лет назад. Понимаешь, застукала с партнёршей по сцене. Потом простила, вернула. А Дэнни Девита опять за своё. Улечили его во флирте с Сандрой Силинг, директором Evolution International Film Festival. Чтобы заработать, понимаешь, какие-то баллы, очки, Дэнни Девита до сих пор практикует приставание к директорам фильмов. Мне кажется, что в 72 года, если он до сих пор практикует приставание к девушкам, то это надо гордиться, и жена могла бы ему как бы радовать. Дэнни Девита, мы тобой гордимся, короче. И одним холостяком стало больше. Следующее издание, которое полистаем, будет «Комсомольская правда Ярославль», ну точнее её интернет-версия. Самые свежие новости здесь, в «Комсомолке». Ну вот, например, в Ярославле трактор протаранил гипермаркет «Глобус» и въехал внутрь. Версия абсолютно разная. Вот ты как считаешь, почему такое происходит? Ну, может быть, уснул человек? Он же, наверное, ночью чистил там всё и уснул просто. Да, в час 45 произошло вот это столкновение трактора с дверью. По одной из версий мужчина уснул, по другой ему стало плохо, собственно, со здоровьем. Ну и третья версия, наверное, как всегда, есть, что он был в состоянии алкогольного пьянения. Ну, безусловно, интернет, сообщество придерживается вот такого варианта. Но, тем не менее, ГИБДД быстро приехало на место, и пресс-служба ОМВД скоро даст свои комментарии. Самое главное, я считаю, что никто в этом не пострадал, что случилось ночью. Ну, дверь пострадала, ну, ничего страшного. Ааа, хорошо. И напоследок обозреем ещё одно издание про город 76. О чём же там пишут? Пишут опять о нашумевшем Евровидении. В заголовок мне очень нравится. Если Самойлову не пустят в Киев, то Евровидение перенесут в Берлин. Вот об этом пишет издание Life, и, как стало известно, таблоиду пранкеры, это люди, которые звонят, представляются кем-то другим, позвонили Ингрид Дель Тенери, это генеральный директор Европейского обещательного союза от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Вот. И, соответственно, спросили, а что же будет, если не пустят россиянку? И вот она ответила, что, ну, если так произойдёт, то тогда возьмут и перенесут в другую страну. Не достанется Евровидение Украине. Мне очень нравится эта политика, но не может Евровидение состояться без России. Да. На этом у нас всё. Это была наша постоянная рубрика Extra Virgin. Рубрика, в которой мы отжимаем всё самое интересное из свежей прессы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова